Привет, друзья! Рад видеть вас на нашем канале. Сегодня у нас очередной, скажем так, промежуточный обзор по вездеходу Коммандор. Вездеход Энвикс, комплектация Коммандор. Как говорил уже в предыдущем видео, да, то что у нас мы взяли переднюю часть вездехода Энвикс, квадроциклетной посадки, да, и уже настроили ему заднюю часть в виде кабины и установили туда рулевое колесо. Давайте немножечко поподробнее по нему пробежимся, потому что, ну, и в прошлый раз я подробно не рассказывал, да, про детали ни подвески, ни кузова, ничего, и так это все было исключительно поверхностно, да. То есть, ну, давайте заглянем под машинку, вот так вот поэтапно начиная, да, а потом еще немножко прокатимся, да, от морды до хвоста, да. Что мы видим впереди? Мы впереди видим практически то же самое, что и на всех Энвиксах, да, то есть привычная подвеска, рычаги, панара, гидроцилиндр, дополнительно стоят амортизаторы для более такого, скажем так, уверенной жесткости подвески, дополнительно стоят V-образно амортизаторы. Это мы также уже проходили на некоторых моделях вездеходах Энвикс, как раз под, скажем, такие драйвовые покатушки, то есть более жесткая подвеска позволяет более агрессивно на нем ездить, да, то есть, грубо говоря, по передней части здесь мы изменения особо-то и, ну, скажем так, не наблюдаем, но так и есть, мы взяли переднюю часть и, соответственно, отставили заднюю. По лобовому стеклу дворника в итоге теперь три, потому что сидим мы сбоку, да, и нам нужен нормальный полноценный обзор. Впереди сверху стоят три достаточно мощные, действительно очень мощные люстры. Сегодня, к сожалению, я думаю, учитывая, что на улице 10 часов утра, да, я сомневаюсь, что у нас получится это продемонстрировать, но в прошлый раз вот мы вот с Константином Про не так давно вышел ролик, да, там есть как раз ночные, точнее, вечерние прогоны у нас именно с люстрами, и там можно посмотреть, как это все дело светит, то есть вот такой кусочек солнышка на колесиках, да, потому что здесь света прям приятно много. Был он у нас просто черный, теперь он у нас серый, скажем так, с черными полосками, ну, почти бурундук. Ладно, по передней части, я думаю, у вас вопросов особо не возникнет, да, то есть стандартная лебедка, стандартная оптика, стандартный багажник, ну, там, небольшие доработки, изменения, да. Давайте глянем, что у нас, соответственно, находится за боку, то есть внизу мы видим уже проверенную временем нашу подножку, да, которую можно как складывать снаружи, так, в общем-то, и изнутри рычагом. Полноценная дверь, полноценное окно, дополнительные окошки для обзора. Как я и говорил, сверху у нас стоит люстра боковая, да, она поменьше, потому что, ну, чтобы ее ветками просто-напросто не снести. Сзади для пассажиров тоже у нас имеется окошко, чтобы все-таки не ездить, как в автозаке, скажем так, без окошек. Поручни для того, чтобы было удобно подниматься в машину, да, и если обойдем дальше, дальше, да, что мы видим сзади. Сзади чисто по наружке, да, опять же, две люстры мощные, поручни для того, чтобы было удобно подниматься. Это наша складная лестница-трап, которую чуть-чуть позднее покажу, да. А теперь вот самое интересное, да, это как раз наша, скажем так, рама и наша задняя подвеска. Если мы посмотрим на нее поближе, да, обратим внимание, что она очень напоминает, скажем так, автомобильную, то есть принцип именно, вот они, два удлиненных лонжерона, крепление, рессор, в общем, практически, вот, скажем так, так, условно говоря, штатные, да, для машин. Стоит пружина-амортизатор, это как также говорилось в предыдущем видео, да, и для того, чтобы он пустой не козлил. То есть не было вот этого вот эффекта скачек, да, на рессорах. Люди, у которых в машинке сзади стоят рессоры, я думаю, понимают, о чем идет речь, да, то, что там не хватает вот этого комфорта. Но зато у них грузоподъемность. Здесь такая комбинация вот этих вот двух моментов. И также дополнительно стоят, опять же, еще одна пара амортизаторов. Как раз для того, чтобы подвеска была более такой сбитой. Чтобы можно было нормально, агрессивно на нем ездить. И он не имел тенденции вот этих вот раскачиваний ни вперед-назад, ни лево, ни право. То есть прям комфортно, драйвово, можно было на нем покататься. Значит, далее, давайте теперь заглянем внутрь. Да, как я и говорил, наша лестница трап. Вот, удобная, широкая. Сверху, как и говорилось тоже в предыдущем видео, окошко на газлифтах. Здесь у нас, что мы видим сразу, да, мы видим фальшпол, под которым находится дополнительная печка. Погрызли бобры, заменим. Бобры просто у нас завелись, грызут пластик, зараза. Вот, благодаря чему в салоне достаточно тепло. То есть сейчас на улице 20 с лишним градусов, да, вон руки у меня подмерзают, перчатки я не взял. Вот, а в салоне достаточно тепло, комфортно. А сзади получается, как и говорилось тоже в предыдущем видео, две лавки друг против друга под четырех пассажиров. Утепленные стены, утепленный потолок, утепленное, скажем так, все для того, чтобы было в нем действительно комфортно. Ладно, не будем выхолаживать. Не будем выхолаживать. Пойдемте заглянем дальше. Итак, друзья, значит, сегодня у нас в гостях, кстати, Юрий Захаревич. А это вам не просто так. Это у нас олимпийский чемпион, это у нас чемпион мира по тяжелой атлетике. Что у нас, значит, вот сейчас как раз буду рассказывать, по внутреннему оснащению поменялось, да. Ну, скажем так, селектор, не обращайте внимания, это у нас временное решение. В дальнейшем, как я Юрий уже говорил, о том, что мы перенесем его под руль, что будет, в общем-то, привычней. И удобнее. Появилась полноценная именно автомобильная панель. Вот она, да, вот такая вот симпатичная. Есть нюансы, которые еще требуют доработки и внимания, но это, в общем-то, нормально. Перед нами, в общем-то, табло приборов, скажем так, нашего производства, на котором есть, в общем-то, вся необходимая информация. То есть у нас уровень топлива, это у нас скорость, вся индикация, как положено. Если посмотрим чуть в сторону, да, здесь температура. Вот, то есть, ну, привычная абсолютно, ну, вот, дворник включил. Вот, ситуация, да. Под рулем мы, соответственно, видим переключение дворников, что тоже абсолютно привычно. Здесь у нас, соответственно, поворотники и свет, управление светом. Также блок управления светом именно автомобильного типа, вот он у нас, здесь имеет место быть. То есть, вот они мы включили, вот у нас включились габариты. Это у нас ближний. Здесь, соответственно, руля у нас дальний. То есть, все прям по классике. Все предсказуемо, все понятно, все интуитивно, да. Клавиши управления дополнительным светом у нас строчкой выведены. Печка передняя, печка задняя у нас выведены. Блокировки специально отдельными двумя клавишами, чтобы это все было видно, что все включено или не включено. Дефлекторы, обдув, то есть, прям, все по полной программе. Бардачок, да. В бардачке как раз вот, и пульт ребятки, это для креплений. Да, именно. Да, подстаканники, подбутыльники появились. Мы, да, в прошлый раз мы не показывали, у нас их не было. Полноценные дверные карты, именно вот тоже с акустикой, с подстаканниками, с ручками, со всеми замочками, со всем остальным. То есть, все прям, скажем так, приобретает внешний вид, именно привычный нам машины, автомобильный вид. Ну, это как-то, не знаю, проще, предсказуемо, ожидаемо. То есть, мы даже просто интуитивно понимаем, что, где, как должно быть. Вот, пожалуйста, ключики, да, это, кстати, по-моему, от бардачка. Значит, все панелечки, все это понятно. Есть одна маленькая, так сказать, вкусняшка, да, то есть, стоит специально круговой обзор на машинке. То есть, мы можем видеть нашу машинку, да, с круговым обзором, полноценных, как и, скажем так, во многих новых автомобилях, которые сейчас выпускаются. То есть, передняя камера, задняя камера, соответственно, боковые камеры, левая, правая, пожалуйста, либо разбиение на... Что ты мне там предлагаешь? Ну, скажем так, я еще сам до конца с ней не разобрался, если честно, потому что подобным я, к сожалению, не пользовался пока, но, скажем так, ощущения прям приятные. Машинка очень интересная получается. В управлении, я думаю, будет прям классно-классно. Вот. Камеры, кстати. Камера, значит, передняя у нас находится спрятана над передним бампером. Задняя камера сзади, скажем так, в штатном месте. А боковые камеры находятся в верхних точках, закрыты они под люстрой. То есть, если мы используем их в ночное время, мы абсолютно спокойно включили круговой свет, да, и мы все видим, как днем. То есть, нам реально удобно ездить. То есть, там кусты, не кусты, пни, не пни, деревья, не деревья, потому что в сумерках этого не видно. Вот такие вот пироги. Поехали покатаемся. Машинка получилась достаточно, скажем так, высокая по посадке, но, кстати, удобная по обзору. То есть, по сравнению с прошлым видео, с прошлыми роликами, да, я сидение немножко приподнял, учитывая, что, скажем, у меня, у Юры, рост, в общем-то, одинаковый практически, да. И то есть, для того, чтобы и мне было, скажем так, удобно, то есть, садишься и ногам до педали доставать вполне. Ноги расслабленные, они не напряжены. Руль, скажем так, на правильной высоте. Вот. Да, это будет регулярно. И обзор более чем такой прям комфортный и удобный. Кстати, опять же, возвращаясь к видео, которое отснял Константин Про, да, там ребята достаточно правильно писали, я с ними полностью согласен, о том, что ставить на вездеходы подобного плана именно монолитное стекло, это не совсем правильно. Не совсем правильно, это по нескольким причинам. Во-первых, автомобильное стекло, это идет триплекс. А он очень не любит, скажем так, ударов. Он склонен к сколам, да, и это в итоге будет паутинка по-любому, да. Здесь, скажем, в троксикционном стандартном нашем, у нас используется каленка. Каленое стекло, оно позволяет, скажем так, очень и очень многое по сравнению с тем же триплексом. Потому что триплекс мы ставили, мы его раскалывали, и, к сожалению, это был, скажем так, неудачный опыт. Вот. Опять же, если выносить тоже, мы будем думать по поводу, каким будет все-таки лобовое стекло, во причине того, что тоже был подмечен комментарий правильно, о том, что две мощные передние стойки, они удерживают всю переднюю часть вездехода при перевороте, да. То есть, если мы по той или иной причине, да, машина перевернулась там в канаве, в кювет, куда угодно, а машинка же не для дорог, поэтому это, скажем так, ну, не то чтобы нормально, не то чтобы регулярно, но имеет место быть такая вероятность. Вот. А если вероятность есть, значит, нужно, скажем так, обезопасить пассажиров. То есть, тут, опять же, вполне возможно, что у нас трехсекционный останется, а может и нет, то есть, мы над этим прям будем думать. Юра, у меня к тебе будет огромная-огромная-огромнейшая просьба, да, то есть, ты сейчас машинку, получается, грубо говоря, на месяц забираешь, чтобы ее покатать, потестировать и понять, что еще хочется в ней добавить или убрать, или переделать. Да, да, да. Вот. В том числе, очень важный вопрос непосредственно по обзору по стойке, насколько она в реальности мешает, или, грубо говоря, там через 5-10 часов езды на машине мы к стойке полностью привыкаем, она нас не напрягает, да. То есть, если вы к ней привыкли, она не напрягает, и это для нас удобно, но вполне возможно, что мы три стойки и оставим, потому что, ну, как ни крути, по безопасности это все равно, это безопасней. Вот. А безопасность на данном вида техники, это очень и очень важно, да, потому что мы же на ней уезжаем к черту на рога, да, вот. И где зачастую помощи, мы просто-напросто не то что не дождемся, мы до нее даже не дозвонимся, потому что связи не будет. Поэтому техника должна быть простой, и техника должна быть максимально надежной. А я думаю, тут мало кто рискнет поспорить, да, в тех же комментариях, да. Я согласен, но тут есть такое мнение, что от обзора и зависит безопасность. Да-да, с этим согласен, о том, что обзор для безопасности нам тоже нужен, да. Тут, тут, тут не спорю. То есть, тут надо найти вот между этими двумя моментами, скажем так, компромисс. Возможно, козырете куда-то сон, Андрейков какой-то, посмотреть. Кстати, согласен. Или затемнение какое-то, голубенькое. Согласен. Сверху сейчас. Да-да-да, согласен, потому что мы до того катались. Глаза сито, вот, сейчас солнце бьет. Ага. Ну, это наглядно показывает, что можно подумать, как это изменить. Подумаем, что будет удобнее. Либо это будут действительно козырьки, либо это будет затемнение, тут будем прикидывать. В принципе, наклеить сюда тонировочную пленку, хоть зеркальную, хоть голубую, хоть какую-либо другую, это будет, да, не будет никакой проблемой. Кстати, вот по поводу кругового обзора, ездить с ним, скажем так, можно просто по приборам, даже если у нас стекло чем-то закидало, либо что-то еще, да, просто... Можно закрыть шторм и не ехать. Да-да-да-да-да-да, вмешает солнце, смотри на камеру. Вот, ну, да, с этим... Не, прикольная штука, я теперь такую себе хочу в машину. У меня такой нету, я теперь хочу. К хорошему, скажем так, на хорошее всегда достаточно быстро как глаз ложится и... И к нему быстро привыкаешь. Водная преграда, я так помню. Ну, да, тут обычно сейчас либо продаем, либо не продаем. Лучше не продавлять. О, кстати, а, видимо, и не продаем. Нет, не продавили. Смотри, без включения... А здесь, да. Да, а здесь, скажем так, ручей мелкий, поэтому нам просто нужно было на небольшую ступеньку подняться. Вот. Ну вот, здесь уже, так сказать, простор для маневров у нас есть. Мы че, меняемся? Да, да. Я отсюда, ты сюда. Я уж пассажирам покатаюсь. Так, через стоп уже тут? Ну, как на машине? Да, классика. Ну, поехали, котик. Осталось ему название, да, это только. Ну, он немножко полосатый, чуть-чуть похож на Бурундука, но котик тоже подходит, да? Это в мультики, да. Почему полосатый? Видите эти полоски? Люди подумают, что у них телевизор рябит. У меня вот этих видео, я когда смотрел, у меня пока одно такое вот. Котик, котик. Морской котик. Морской котик. Потому что командор, это понятно, это у него модельное. Ну, это его рабочее название, да. Модельное. Вот. Вот можно и в целину, и не в целину. А вот сюда могу я? Да, в общем-то, да. Давай я попробую. Никто не помнит, что там у нас есть, да, ну и ладно. Просто даже если закапываться, начнем блокировки с плечем, будем вылезать. А может и не понадобится. Котик, давай-давай-давай-давай, котик. Юр, когда выкручиваешь руль до упора, в самом упоре его долго не держи. Понял. Да, гидравлика достаточно мощная, она просто может со временем начать давить. Понятно. Вот. Потому что ограничителя на нем не поставишь, к сожалению. Вот. Все тут искатано. Ну, это у нас вот ребята как раз на Сикокодов катаются. И на одной Менликсе. В Стригинске. Неплохой здесь полигон. Да, вот. Ну, чтобы вот просто в общем к машине привыкнуть. И вот подобных вот, в общем, рельефов его, в общем-то, достаточно. Убралка, да. Еще дачку. Это как удобно. Вот. Что у нас? Еще. Да, люк у нас имеется. Если я пользовался люком, да. Это вот я, ребята, рассказываю. Встаем спокойненько на все это дело и полностью высовываемся на улицу. Опять же, это, опять же, ссылка Константину ПРО, да. У него на видео. Все это, в общем-то, есть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Интересно, если вперед, насколько зашел, назад, свободно выходим. По-своему следу. Сейчас придется нам включить передочек. Да, оба наверно включим. Продолжение следует. 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 тут скажем так ну по передку закончим вообще будет идеально по моему а хорошо сейчас не цепляет этими зеркалами зеркал зеркал не которые мы все видим это прям да это прям кайфово с этим согласен не решение кругового обзора вот мне прям понравилось что мы если честно искали мониторы и отдельно камеры боковые но к сожалению часть его подходящие не нашли и нам предложили воспользоваться как раз вот эти вот круговым обзором стука кстати можем по я останавливайся а что на вливайся дальше ты да они а мы сейчас это поехали по льду прокатимся туда налет для назад задним ходом аккуратненько камера у тебя есть разметка у тебя есть и не торопимся вообще шикарно туда задницы парковаться надо выкручивай выкручивай хорош хороший курс 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 и анка дальше зачем нам ее не надо а все теперь как раз хватит туда за за запрыгнуть вон туда вот прям вот сюда пролезем пролезем втором случае отпустили тормоз да не трогая просто скатились и все да совершенно верно а у ребят нам гоняли поэтому следы от энликса идут тоже широкий просто у него видишь вот эти вот углы и соответственно можно сползти с задницы чтобы не сползать и по следам эта моделька у нас на шинах авторос 1450 на полна 600 резина показывает себя ну скажем так достаточно неплохо для скажем так универсальный по снегу в принципе он сильно прям сильно не зарывается но видно что тяжеловато потому что для именно если мы эксплуатируем мой исключительно в снегу то есть треколовская шашечка она прям для этого прямо гнища но есть свои минусы как только у нас наступает лето как только появляется грязь она становится бесполезно это резина достаточно универсальна она хорошо себя показывает и в грязи и неплохо показывает на снегу по целику вот впереди установлена у нас не видно засвечивает а вот с этой стороны мы увидим до 12 тысячная ребёдочка на пять с половиной тонн своем скажем так штатном месте находится она очень она скажем так выручит когда понадобится он багажнички стоят пока что пока я катался мне багажники не мешали мы часу юра тоже спросим вот расширители арок пластиковые значится что у нас выхлопная система тоже стандартная идет достаточно а вот кстати те моменты когда мы видим арама именно автомобильная рама и топливный бак находится посередине топливный бак находится посередине и горловина выведена воды левую за левой дверцей вот стоят здесь принудительные блокировки передняя задняя все дни включали на блокировках и становится ощутимо ему легче а вот кстати горловина заливная бака здесь все это у нас алюминиевая труба исполнена дабы все это дело не повредить значит подножка 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 вот здесь у нас соответственно ну когда включение массы включения лебедки это у нас рычаг для убирания подножки и когда мы дверь закроем да она будет вот здесь вот она он вообще не мешает нам о можете ты на духу что ногой закрывать что рукой да то есть дверные карты подстаканники подвутыльники их же с ними дверцу закрыли поручни и вот это вот все дело над он еще будет скажем так до конца доделываться это его промежуточный вид промежуточный вариант но он уже прям приобретает свои черты свое свой облик юр подскажи пожалуйста тебе пока ехал багажнике передние мешали обзору или нет нет то есть они прям на своем месте и если груз туда класть относительно небольшой не высокие да ну не так канистры не канистры какие-то небольшие сумки свертки вот все отлично а по обзору по стойкам быстро привык практически вот то есть они особо то и в общем то и не мешают ну только по сиденью по сиденью я крем большого и можно съехать тем более они да скажем вот как машине бывает же да 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 с регулировкой для хорошие правильное замечание это мы дело исправим это мы сделаем вот этот верхней части и затонировать я тебя услышал это мы сделаем ну вот как раз через месяц вернешь вернешься с машинкой мы как раз и эти моменты нюансы устраним и у тебя по-любому будут еще какие-то предложения пожелания по эксплуатации но это нормально это нормально и в общем то все это будем скажем так воплощать потому что ну так все пока чуки-пуки отлично вот камеры кругового обзора да это прям ну даже мне нравится хотя я в этом плане придирчивый на это прям удобно вот у нас счастливый обладатель осматривает котика морского котика этого мне куклы-муклы не речной мы переместились в цех чтобы показать вам основана который собирается командор то есть перед нами сейчас подготовленная под сборку оцинкованная рама командора передняя часть как я уже говорил ранее да не отличается особо от стандартного эндрикса то есть у нас остался штатно скажем так отсек для установки радиатора вакуумника и всего остального да то есть вся компоновка подкапотная у нас осталось полностью осталось бед без изменений ниша под двигатель то есть передняя часть вездехода она в общем-то без изменений по подвеске по всему остальному то есть там особо действие да вот v-образный амортизатор добавился но это мы можем ставить и на штатный эндрикс однако что мы видим здесь более широкая подножка еще более широкая подножка потому что здесь у нас устанавливается как раз сиденья педальный узел да и соответственно с левой стороны рулевая система скажем так вот по задней части то что я уже тоже говорил на видео да как раз именно можно сказать автомобильный принцип построения рамы то есть лонжеронов точнее то есть идут два лонжерона в общем то практически автомобильного типа до точки крепления для рессор тоже скажем так в классическом и классической компоновки на и дополнительно идут точки крепления под пружина амортизационную стойку да вот также соответственно заложены сразу точки крепления для дополнительного амортизатора то есть рама задняя задняя часть рамы на то есть ну под стандартные фонари под наши то есть грубо говоря сохраняем то что можно сохранить да подобная конструкция подобная компоновка как раз за счет того что там идет рессора да идет распределение нагрузок а мы как раз и получаем достаточно приличную грузоподъемность то есть на момент создание даже первой модели мы на вот эту вот поверхность положили просто лист фанеры и загрузили туда мешки с песком мешков с песком а было порядка полутора тонн почему порядка потому что ну примерно прикидывали да не нет нас к сожалению весов чтобы точно сказать да может быть и больше то есть также и вывешивали все это дело в диагональ то есть машинка стояла на мостах на рессорах передняя задняя часть да сзади стоял лист который мы загрузили взяли переднее колесо и задрали его наверх эльфером да пока у нас заднее колесо не поднимется за передние подняли задние до понятия то есть именно в диагонали выкручивания и уже смотрели как все это дело себя ведет какие у нас где зазоры остаются какие где у нас могут быть проблемы перекосы и остальное вот результат приятно удивил что ну скажем так можно сказать попали да то есть там немножко переместили рессору точки крепления что передняя что задние на этой раме это уже сделано с учетом этих поправок да вот значит что можно сделать с этой рамой кроме как скажем командора в принципе принципе при подобной компоновки мы имеем возможность сделать достаточно универсальную машинку то есть составить квадроциклетную посадку впереди а заднюю часть сделать либо грузовой либо грузопассажирской то есть как это будет выглядеть то есть вот эта вот часть грубо говоря нас останавливается в шахматном порядке как на эндриксах сидение на здесь у нас остается достаточно много места под груз то есть здесь метр девяносто примерно ну грубо говоря на метр то есть ну достаточно приличный объем свободного места топливный бак находится посередине значит аккумулятор находится с левой стороны воздушный фильтр находится с правой стороны то есть при данной компоновки у нас получается так что средняя часть абсолютно свободно и если мы скажем что делаем на грузопассажирской еще и задняя часть то здесь можно сделать нишу под хранение каких-то инструментов не инструментов до чего угодно да а сверху уже грузить непосредственно груз и перевозить его то есть получаем такую грузовой вариант квадроцикла но вот такую машинку мы в ближайшее время я думаю начнем собирать вот и посмотрим имеет спрос данная модификация вообще или нет да то есть опять же просьба если заинтересовала вас подобная компоновка есть свои скажем понимание свои предложения мы будем рады выслушать вас до примем обязательно во внимание все ваши предложения желание сделать машинку же не для себя а в общем то нужную ландо нужны пользователям чтобы мы могли учесть все это дело поэтому пишите прям все что думаете на далее что еще у нас здесь идет примечательного также кстати можно сделать о том что командор собрать это понятно можно сделать грузовой типа пикап то есть кабина собирается исключительно передней части а задняя часть у нас остается грузовая то есть если мы смотрим именно автомобильную посадку то у нас сиденье идут как в командоре педальный узел как командоре ну с той стороны естественно да вот а задняя часть будет непосредственно уже пикапной но опять же пикапной опять же у нас получается ниша останется под какое-то хранение под какой-то брат такой достаточно большой бардачок скажем так да сверху уже непосредственно кузов для размещения груза также можно сделать машинку открытого типа то есть как квадроциклетную так и автомобильную посадку и здесь разместить просто напросто сиденья тоже в общем то все это дело нам позволяет а так есть у нас еще одна задумочка по этой раме по одной из скажем так модификации этой рамы которую я думаю в следующем но если не в следующем то как минимум в ближайшее время мы вам покажем и и итак мы снова приехали на базу машинку сейчас грузит на эвакуатор и она едет к счастливому обладателю этого вездехода и расскажи пожалуйста как тебе сегодняшняя прогулка то есть все ли понравилось все скажу или скажу так если его оценивать как еще одного члена нашей семьи то с ним еще надо знакомиться он только-только вот делает первые шаги вот знаете ребенок только на ноги встает он начинает делать первые шаги полностью я думаю на семейном совете мы еще поднимем вопрос дать ему название что в семейное название было ну а первое впечатление конечно многообещающее то есть я думаю что у него большая перспектива эти слова меня радует ну мы в любом случае где-то через месяц встретимся обязательно то есть у нас будут обязательно обязательно ряд скажем так доработок дополнений к этому вездеходу да по пожеланиям все его капризы которые вылезут наружу они будут вам отличие вручены спасибо ребят а мы с вами увидимся в следующем видео